Повышение уровня доступности социальных и других объектов обсудили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. На реализацию программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы в региональном бюджете предусмотрено более 70 миллионов рублей. О том, что уже удалось сделать в регионе в рамках этой программы, смотрите в следующем сюжете. Государственная программа «Доступная среда» в Ниньском округе рассчитана на период с 2017 по 2021 годы. На ее реализацию из окружного и федерального бюджетов в общей сложности выделено более 70 миллионов рублей. Самый крупный объем финансирования пришелся на 2017 год. Тогда часть средств была направлена на разработку проектно-сметной документации для адаптации зданий дошкольных учреждений, среди которых детский сад «Семицветик», «Теремок» и «Радуга», а также на формирование доступной среды в Пустозерском доме-интернате. Во всех учреждениях были установлены социальные услуживания, социальные защиты, были установлены беспроводные кнопки, вызовы помощи для инвалидов. Было дооборудование произведено в Ниньской окружной больнице, где также были приведены в соответствие терапевтическое отделение, санитарные комнаты, были другие проведены работы. Устройство входной группы, корпуса детской поликлиники, родильного дома также было реализовано за счет установки перима, замены дверных блоков и так далее. Также в рамках программы в Наринмаре были установлены речевые устройства «Говорящий город». Два из них на светофоре около здания прокуратуры по улице Ленина. Еще три – на перекрестке улиц Заводская и Юбилейная. Стоимость выполненных работ составила 222 тысячи рублей. Кроме того, на заседании комиссии обсудили ряд мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых окружная и межмуниципальная спортикиады для инвалидов, соревнования по пэр-листингу и участие этой категории спортсменов во Всероссийском фестивале инвалидов «Паракрым». В настоящее время организована работа по совершенствованию инфраструктуры учреждений, которые могут осуществлять работу с лицами с ограниченными возможностями. Так, в трех учреждениях – это НОРД, ЛИДЕР, ТРУД, СОЗДАНЫ, УСЛОВИЯ для занятия маломобильных групп населения. Указанная работа продолжается за счет средств учреждений. В соответствии с соглашением между Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Администрации Нинистерского автономного округа в 2019 году приобретено спортивное оборудование. В перечень данного оборудования входят силовые комплексы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также реабилитационные тренажеры. Что касается инклюзивного образования, по информации профильного департамента, на сегодняшний день в реализации его доступности в регионе существует ряд проблем. Одна из них – нехватка квалифицированных кадров. Существует ряд вопросов, на которые стоит, наверное, обратить внимание. Это первое, ну, один из основных – это кадровое обеспечение повышения квалификации педагогических работников, владеющих специальными методами обучения и воспитания детей. Решение, то есть руководителям образовательных организаций необходимо создать условия для повышения квалификации педагогических работников, владеющих специальными методами обучения и воспитания детей с ООЗ. В целом, работа в этом направлении в регионе ведется активно. Еще в 2017 году был утвержден план мероприятий по оказанию ранней помощи семьям, где есть дети-инвалиды, сроком до 2020 года. Также родители детей до трех лет с особенностями развития могут обратиться в Центр психолого-педагогической помощи ДАР.